В конференц-зале неравнодушные жители Химок и коллеги депутата Совета депутатов Валентина Герасимова. Завершается очередной срок полномочий народного избранника в округе. Валентин Алексеевич выступил с отчетом о проделанной работе. В первую очередь поблагодарил людей за поддержку на предварительном голосовании. Сегодня я вижу все знакомые лица и пришли просто с чистым, добрым сердцем. Спасибо вам большое за оценку, за помощь, за голосование. Валентин Алексеевич курирует в Химках ЖКХ благоустройство и детский спорт. Только за прошедший год в округе провели 60 спортивных мероприятий. Цель – привлечь детей и молодежь к здоровому образу жизни и систематическому занятию спортом. Курирует также строительство новых детских площадок с современными тренажерами и безопасным покрытием. Контроль их качества осуществляет лично, осматривает детские площадки, которые требуют реконструкции. Здесь вот можно и зацепиться, здесь то же самое. Понятно, что это тоже надо включать, демонтировать и менять. То же самое и покраска. Здесь ряд ремонт надо делать по покрытию однозначно. Что касается песочной, конечно, в таких случаях надо делать укрывать. Как депутат Герасимов регулярно проводит встречи с жителями. Например, содействовал появлению парковки у поликлиники номер 3, когда об этом попросили медики. Решал спорные ситуации химчан и управляющих компаний. Организовал встречи жильцов дома 12 на Маяковского, где планировался капремонт, с подрядчиком и управляющей компанией. Люди боялись, что рабочие будут вскрывать полы с коммуникациями. Специалисты объяснили технологию работ, которая устроила жильцов. Участвовал и в общественной работе. За активную жизненную позицию жители города избрали Валентина Герасимова лидером движения общественной поддержки «Химке интересно жить». В рамках проекта он помогает продвигать инициативы химчан по улучшению родного города. Некоторые из них уже реализованы. Смотрите, какой проект трамвайчик. Правда? Вы посмотрите, сколько экскурсий сегодня. Сейчас Валентин Герасимов помогает в реализации и других инициатив химчан. Это создание музея 352-й стрелковой дивизии в школе номер 8, реконструкция набережной ВАС Кадагама, благоустройство дворов и ремонт подъездов микрорайона Клязьма-Сторбеева, установка козырьков над подъездом дома номер 17 на Ленинградской улице. Все они размещены на сайте голосования Хижунлайн. Валентин Алексеевич уверен, только совместными усилиями, слушая и слыша друг друга, можно сделать жизнь в городе лучше, работая в одной команде. Имея такую команду, я называю ее своей командой, мы любую, наверное, почти любую поставленную задачу сможем реализовать. Первое – это то, чтобы благоустройство продолжить дворов, чтобы улицы были, дороги безопасными, чтобы детский спорт всегда находил свое место, и дети вышли из подъезда, занимались на той площадке, чтобы город наш в области занимал первое место, а это коллективная работа. С 17 по 19 сентября химчанам предстоит выбрать новый состав Совета депутатов. Впервые жители будут голосовать не за списки партий, а за конкретных людей в пяти многомандатных округах.